Продолжение следует... 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 Продолжаю вам рассказывать, что я беру в магазине Эко-маркет. Это, конечно же, рыбка, так как я мясо не ем. Рыбки я беру много. Это у нас сазан, скумбрия холодного копчения, трескафели. Тут у нас даже есть маринованная кильочка. Вот смотрите, как она смотрит на нас. Так, дальше. Ну и, конечно, мясо, потому что мясо не ем только я. Да, остальные у меня все кушают, детишки все тоже кушают мясо. Поэтому это у нас говяжья печень, индейка, бедро. Куриная печень, кстати, очень полезна. Повышает гемоглобин. Видите, сколько я ее взяла? Печень индейки и куриную тоже печень. Так, тут у нас куриная голень, куриное филе без кожи. В общем, из вот этого можно готовить очень много вкусных и полезных блюд. Потому что мы это то, что мы едим. Это наша энергия, это действительно очень важно. И если это рыба и мясо, то пусть это будет домашнее. Так, это грибочки. Я очень люблю жареную картошечку с грибочками. Да и, в принципе, из грибов получается очень много вкусных блюд. Именно поэтому грибочков я взяла тоже очень много. Дальше. Дети очень любят сосиски, сардельки. Именно поэтому я взяла куриные сосиски и говяжьи сардельки. Также колбаска, потому что дети любят очень бутербродики всякие. Вот, еще раз повторюсь, да, если вы берете мясо, сосиски, колбасу и так далее, это должно быть реально натуральное, домашнее, свежее, потому что это очень важно. Так, дальше смотрим. Тут у нас различные овощи. Вот, кстати, тут еще шампиньон. Так, отдельное слово хочется сказать. Аспаржа, насколько она полезна, да, это профилактика болезней печени, связанная с печенью, со зрением. Кстати, для беременных очень полезна, потому что здесь очень много фолиевой кислоты. В общем, полезна для костной ткани. Также авокадо. Вот есть у нас два вида. Обычные есть авокадо и авокадо ХАС. Вот, кстати, на бутербродике, в салатике, просто можно кушать по утрам. Кстати, классно для завтраков. Здесь очень много железа, профилактика от анемии. В общем, тоже авокадо и вкусно и полезно. Раньше я его не понимала, но сейчас я его очень люблю. Так, переходим к фруктам. Это у нас груши сорта Вильям. Груши сорта Пакхам. Это у нас яблоки Грэнни. Сразу вспоминается бабка Грэнни, но ладно, это просто яблоки. Так, дальше у нас яблоки Голден, апельсины. А вот это, кстати, я сначала думала, что это мандарины или апельсины, но нет. Это вот такой вот лимон узбекский. Там у нас лайм тоже не менее полезный. Тут у нас тоже груши. Какой-то у нас сорт. Это груши Аббат. Вот, манго, тайская, кстати. Люблю экзотические фрукты, но тоже нужно следить, чтобы они были очень качественные, свежие.